Доброе время суток, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Кулебакина Наталья. Я занимаюсь куклами в технике скульптурный текстиль. Занимаюсь уже 4 года. Первые куклы, которые я увидела, были куклы Елены Лаврентьевой. Я просто влюбилась в них, искала мастер-классы и училась, постигая это нелегкое занятие. Куклы Татьяны Полевщиковой меня сразили на повал. Я прошла курс авторской куклы у Татьяны, стала участвовать в выставках, правда, только в областных и региональных, но по счастливой случайности попала на Всероссийскую выставку, посвященную юбилею Шукшина, где завоевала специальный приз мастер текстильной скульптуры. Параллельно я знакомилась с многими мастерами-кукольниками, такими как Алена Зиновьева, Надежда Пермякова. Вот на курсы Алены Зиновьевой я так, к сожалению, не попала, это очень далеко. А Надежду Пермякову мы с ней встречались на выставках, я потрясена ее творчеством. У нее настолько реалистичные куклы, что просто не выскажешь. И накопив большой багаж знаний, я решила, что пора уже делиться. Создав свой первый видеокурс, который очень скоро выйдет в продажу, я решила вам сегодня представить свою работу по этому курсу. Это кукла в технике скульптурный текстиль. Называется «Маленькая зимняя фея». У этой куколки очень симпатичная личика, акриловые глазки, длинные-длинные ресницы, волосы из натурального меха козы. Она подвижна. У нее двигаются руки и ноги, так как они на проволочном каркасе. Под пальто у нее такая кофточка. Видите, да? И брючки. Пальто сшито из драпа. Правда, пришлось поработать с ним сначала, чтобы он выглядел именно так. Он очень темного синего цвета и совсем даже некрасивый. Если сравнить вот эту внутреннюю часть и наружную. Вот так вот сравнить. Видите, какая разница? И как сделать именно такой драп, такую ткань эксклюзивную, я вам могу предоставить в подарок, если вы закажете мой видеокурс по изготовлению вот этой маленькой феи. Со всеми вопросами можно обращаться в личку или в комментариях. Большое спасибо. С вами была Кулебакина Наталья.